Русский мир. Скорее всего, вы слышали это выражение. Что стоит за этой фразой? Я, автор этого ролика, люблю творчество Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Александра Пушкина и баснописца Крылова, но, к сожалению, под русским миром подразумевается не прекрасное творчество этих людей, а нечто страшное. Давайте по порядку. Все началось с фразы «Первый Рим пал», «Второй Рим пал», «Москва», «Третий Рим» и «Четвертому не бывать». Это выражение приписывают православному старцу Феофилу в 1523-24 году. И вот значение этого термина. Рим был центром христианства, но в 1054 году церковь разделилась на западную, католиков, и восточную, православных. У католиков Рим так и остался центром христианства. Вспомните, что главным служителем католической церкви является папа Римский. У православных Константинополь стал вторым Римом, но потом его захватили турки. Сейчас это Стамбул. И хотя для православных всего мира Константинополь остался столицей, где находится Вселенский Патриарх, своеобразный аналог папы Римского только в православии, то для русской православной церкви этот Второй Рим пал, и они провозгласили Москву Третьим Римом. С того момента русское православие начало распространять идеи, что у русских есть особое призвание от Бога, особая миссианская миссия. Эта миссия якобы заключалась в том, чтобы противостоять мировому злу. Запад и западные страны олицетворяли это мировое зло. Именно поэтому, когда в 2014 году Украина сделала шаги в сторону Запада, то многие россияне с религиозным рвением стали всячески сражаться с этим и прилагать усилия, чтобы спасти Украину от влияния Запада. Недаром первые вооруженные люди, которые захватывали Донбасс в 2014 году, были православными донскими казаками типа Бабая. Тут важно упомянуть, все поместные православные церкви обвинили русскую православную церковь в этнофилитизме. Это когда церковь почитает прежде всего не Христа и провозглашает не Евангелие и учение Христа, а идеи своего этноса, своей нации. Да, это не нацизм в узком смысле этого слова, но уж очень похоже на нацизм. Это ересь, страшная ересь, которая искажает учение Иисуса Христа и которая привела к страшным событиям 24 февраля 2022 года. Уже на данный момент десятки тысяч украинцев были принесены Кремлем в жертву идолу русского мира. Тысячи российских солдат были убиты на украинской земле из-за этой ереси. Ересь русского мира материализовалась и явилась в виде смерти и большого горя. Этот идол пьет кровь украинцев и россиян, требуя все больше и больше. Несмотря на то, что эта ересь зародилась и распространяется прежде всего русским православием, эта идея нашла огромный отклик и у абсолютно нерелигиозных людей России. Ведь так приятно осознавать себя и свою нацию лучшими, чем люди других наций и гордиться своим, пусть и мнимым, величием. Гордое греховное человеческое сердце – это благодатная почва для такой ереси. К сожалению, это заблуждение нашло отклик и у евангельских христиан. Русскоязычным христианам свойственно исподлобья смотреть на других христиан, как на не совсем полноценных. Популярны идеи, что церковь бывшего Советского Союза сохранила особую святость, и только эта церковь идет особым путем верности Иисусу Христу. Как-то беседая с русскоязычным диаконом Евангельской Церкви в США, я услышал, что в их городе, кроме их, нет верных Христу христиан, и что им было открыто, что Господь бы давно уничтожил развратную Америку, но ради них, ради русских, Господь милует эту страну. Было бы смешно, если б не было так грустно. Мы так много рассуждали о немецких нацистах времен Гитлера, которые считали, что особая арийская раса призвана бороться и очищать землю от других рас, что не заметили. Как эта же ересь мимикрировала, немного видоизменилась, одела одеждой псевдоправославия, и нашла огромный отклик в народе, который так любит рассуждать о своей победе над нацизмом. Апостол Павел ясно провозглашал, что благодаря смерти и воскресению Христа перед Богом не имеет значения какой-то нации. Русский, кореец, казах, американец и украинец являются грешниками, и всем нужен Иисус. Поверив в Иисуса и став Его последователем, каждый грешник становится Божьим детем, и Господь Бог аннулирует все грехи и дает оправдание в Иисусе Христе. Для всех детей Божьих звучит призыв апостола Павла. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преобразите себя, обновив свой ум, чтобы постичь, чего хочет от вас Бог, что для Него хорошо, угодно и совершенно». Римлянам, 12 глава, 2 стих. «Поэтому нужно отвергать любые мирские идеи, которые противоречат ясному евангельскому учению. Ересь русского мира должна быть отвергнута, ибо у нее нет ничего общего с Евангелием. Наш Господь есть Бог-ревнитель, и Он желает преданности Ему». Как до рождения Иисуса, так и в наше время, часть народа Божьего поклоняется Богу и различным идолам. Но верность Иисусу Христу несовместима с идолами русского мира, империализма, коммунизма и путинизма. Святой апостол Иоанн в 5 главе 1 послания, 21 стихом, обращается ко всем нам. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok